Привет, вы на канале Даша Техника, это обзор новостей техники военной и не только, новости с бронеакцентом. И в этом выпуске будет северокорейский гиперзвук, новый российский каратель, американские раритеты на полях Украины и бурятские танковые украшения, а также война роботов и танк для атомной войны уже на территории Донбасса. Сейчас я расскажу вам обо всем по порядку. В прошлом выпуске новостей я вам рассказывала о будущем поколении КАМАЗов К5. И как оказалось, их минские коллеги тоже не стоят на месте, и недавно в сети появились кадры их перспективного нового грузовика. Сообщается, что это гибрид. Тягач сочетает в себе преимущества бензиновой и электрической машины. И у концепта отсутствуют классические зеркала заднего вида, их заменяют нынче модные камеры. Обращают на себя внимание и необычная компоновка кабины, ее большая часть находится в переднем свесе рамы. Так что передовые идеи есть и у белорусских машиностроителей. Но во что превратится концепт в будущем, нам покажет только время. И продолжаем тему футуристических авто. В сети завирусился рендер с доработкой сайбертрака для повстанческих соединений. Бортовую платформу заменили на нечто более утилитарное и простое. И водрузили на нее что-то похожее на РСЗО, а может быть это пусковая установка ракеты ПВО. Но не знаю, как на самом деле пикап от Теслы может справиться с таким бездорожьем. Мне кажется, этот концепт не совсем реалистичен. Так что гегемонии Тойоты в африканских и арабских песках пока что ничто не угрожает. Во внутреннем дворе здания по адресу Петровка 38 в городе Москве, я думаю, что вы догадались, какая организация там находится, там засветился еще один вариант броневика для сил Министерства внутренних дел. И концептуально, да и внешне он очень напоминает машину проекта «Каратель». Кстати, специальное видео об этой машине у меня есть на канале. И по иронии судьбы, «Каратель» стал одним из последних собранных автомобилей на легендарном заводе ЗИЛ. А новая итерация броневика для внутренних войск носит имя «Центурион». И специалисты повторяют концепт «Карателя». У машины видны КАМАЗовские ведущие мосты. И такие устанавливают, например, на ролейные или военные полноприводные грузовики. И, скорее всего, оригинальный кузов установили на шасси полноприводного КАМАЗа. Ну а самая интересная особенность «Центуриона» – это ветровые стекла, установленные с обратным наклоном, как, например, на ракетных тягачах, что придает ему дополнительной такой агрессивности во внешнем виде. Нынешние власти Афганистана провели любопытный апгрейд советской системы залпового огня. Они водрузили установки «Ураган» и «Град» на шасси американских грузовиков на «Вистар-7000». Издалека в строю Уралов даже не сразу заметишь необычное шасси для советской РСЗО. Большое количество американских военных грузовиков оставила бывшая военная администрация США в Афганистане. А люди в тапочках нашли им достойное применение. «Новистар-7000» – это близкие родственники к бронеавтомобилю «Макс Про», которые, например, активно работают на территории Украины. А подробное видео про «Макс Про» у меня есть на канале, и в том числе в этом видео показаны два трофейных действующих образца этой машины. В зоне проведения специальной военной операции засветился аналог «Хамвей» без опознавательных знаков. И поначалу я приняла это за китайский вариант машины аналогичного назначения от компании «Донгфинг». Но после более тщательного анализа материалов я поняла, что это другая азиатская копия «Хамвей». И это «Тойота Мегакрузер». Такие машины уже попадали российским войскам в качестве трофеев. Танк «Ладога» был запечатлен в объективе украинского дрона. Эта техника предназначена для перемещения каких-либо важных лиц в условиях опасности. «Ладога» – это необычный танк. Это высокозащищенное транспортное средство, созданное еще в СССР в 1982 году на базе танка Т-80. И одно предназначало для специальных задач, связанных с чрезвычайными ситуациями, такими как ядерная война или радиационное, химическое или биологическое заражение. Транспортное средство «Ладога» могло обеспечивать защиту и комфорт для экипажа из двух человек и десанта из четырех человек. А также оно имело мощное средство связи и навигации. Транспортное средство «Ладога» было построено всего несколько штук, и оно не принимало участие в боевых действиях. Однако оно было использовано в 1986 году при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Высокозащищенное транспортное средство «Ладога» заставляло на место катастроф высокопоставленных чиновников и специалистов, а также собирало информацию о радиационной обстановке. И напишите в комментариях, какие высокопоставленные лица могли бы передвигаться в таком транспортном средстве, которое запечатлил украинский дрон. И коротко коснемся новостей ракетостроения. Я не могла пройти мимо этой любопытной новости. Украинские информационные ресурсы сообщают, что баллистические ракеты ракетного комплекса «Искандер-М» начали устанавливать новую защитную систему спутниковой навигации, которая называется «Комета Р-8». И она позволяет принимать сигналы спутниковых систем GPS и GLONASS в условиях активного радиоэлектронного подавления, что делает пуски «Искандеров» особенно точными. А в КНДР испытали ракету «Хвансон-16НА» с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. И лидер КНДР Ким Чен Ын руководил первым испытательным пуском нового типа твердотельной баллистической ракеты средней и большой дальности, оснащенной недавно разработанной гиперзвуковой скользящей боевой частью. Испытательный запуск был направлен на подтверждение общей конструкции и технических характеристик новой гиперзвуковой ракеты средней и большой дальности и проверку надежности систем вооружения. И был проведен с ограничением дальности до 1000 км в целях безопасности. И таким образом КНДР смогут достаточно гарантированно прорвать систему ПВО США. Конечно, традиционный вопрос, как они будут решать вопрос с плазменным коконом, учитывая, что когда-то более-менее работающее изделие продемонстрировала только одна страна в мире, и это была Россия. Российские солдаты в буквальном смысле откопали знаменитое украинское супероружие. Это боевая машина поддержки танков на базе танка Т-64. И соорудили ее еще в 2015 году как танк для ведения боевых действий в городе. И собирали его на базе запрещенного в России полка. Вооружение БМПТ составляло спаренная 23-мм пушка, два пулемета ПКТ и дымовые гранаты. И предполагалось поставить противотанковый ракетный комплекс «Стугна». В 2016 году сообщалось, что Азовец подготовлен к испытаниям, но позже их остановили. Как выяснилось, что в качестве приборов наблюдения на машину ценой в 5 миллионов долларов установили обычные камеры домофонов. И военная прокуратура и СБУ тогда возбудили уголовное дело. Вскоре единственный экземпляр Азовца был похищен у разработчиков в Киеве. И предполагалось, что его угнали боевики запрещенного батальона и спрятали на своей базе. Вольно забавная история. Со временем продвижения войск Российской Федерации местные жители показали, что в какое-то время там закопали какой-то из образцов техники. Наши военные эвакуационные подразделения прибыли к этому месту. И вот перед вами эта техника находится сейчас. Так сказал Риана Вастям, боец с позывным «Карат». И, кстати, о других поделках украинской танковой школы вы можете узнать из моего специального видео, которое так и называется «Шедевр украинской танковой школы». И здесь все слова надо держать в кавычках. И сразу две позитивные новости пришли нам из танковых музеев. Один из экспонатов технического центра «Парка Патриот» будут реставрировать и ставить на ход. И здесь речь идет о легендарном советском тяжелом танке ИС-7. И официальные ресурсы «Парка Патриот» на днях объявили о старте этого проекта. И напомню, что несколько лет назад также специалистами «Парка Патриот» был отреставрирован и поставлен на ход другой советский бронированный монстр. Четырехгусеничный тяжелый танк «Объект-279». И, кстати, у меня на канале есть специальное видео, которое посвящено советским тяжелым послевоенным танкам. Так что рекомендую их посмотреть. Ну а другая команда реставраторов под началом Вячеслава Лена восстановила и поставила на ход легендарный танк «Реной ФТ-17». Это первый серийный танк классической компоновки с башней в передней части корпуса и моторным отделением сзади времен Первой мировой войны. Так что сейчас труды реставраторов мы можем увидеть в экспозиции Музея Отечественной военной истории в Подмосковье. А в новом фильме «Телеканал Звезда» к созданному к 15-летию корпорации высокоточные комплексы показали один из эпичных долгостроев – это ДТБТР. И в разработке этот образец техники уже больше 15 лет. И изначально разработчик уже давно пережил очень много бауткросс и сменил шифр УКР. Но работа все еще кипит. И это двузвенный боевой транспортер. И, как говорят авторы фильма, он предназначен для службы в северных регионах страны. Машина бронирована, а поверх брони навешаны поплавки, а не дополнительная защита, как об этом говорят эксперты в некоторых телеграм-каналах. Одно из важнейших новшеств – управлять машиной можно будет не только с поста механика-водителя, но и с командирского места и с второго звена транспортера. Вооружен транспортер боевым модулем, который также устанавливается и на бронеавтомобиле Тайфун ВДВ. И так как ДТБТР предполагается использовать на дежурстве в северных регионах России, а не в зоне СВО, то противодронная защита пока что на нем не предусмотрена. А меня вообще всегда удивляло, почему вся отечественная боевая техника должна обязательно уметь плавать. И БТР, и БМП, и прочие машины, вплоть до пусковых установок, ракетных, оперативно-тактических комплексов. И при этом грузовики снабжения почему-то плавать не умеют. Это довольно странно. А если у вас есть объяснение к этому феномену, то я приглашаю вас в комментарии. А в сети появилось видео нового боевого запорожца с противодронной сеткой. И не знаю, насколько это фотошоп, но выглядит это довольно прикольно. А вот этот раритет не вызывает у меня столько умилений. В рядах ВСУ засветились очередные бывшие в употреблении армейские грузовики и, соответственно, бывшие в употреблении в более развитых странах. И в одном из своих прошлых видео я, например, показывала грузовик Заор на вооружении ВСУ. А теперь засветился М-939. Это старый американский грузовик, который активно поставлялся в армию США в 80-е годы. И многие могут вспомнить его из фильмов и боевиков 90-х. В войсках Российской Федерации довольно часто стали встречаться китайские мотовездеходы. И, как говорят бойцы, такие машины более практичны, нежели классические внедорожники. Они намного меньше и легче и дешевле. Недавно появились кадры, как бойцы Кантемировской танковой дивизии выгрузили на них пулемет. И теперь вездеходы используются, как передвижные огневые точки. А еще Омский завод транспортного машиностроения запатентовал вот это. Новизна и изделия, конечно, запредельные. Видно, что ученые и инженеры работают над действительно передовыми решениями. Интересно, а африканские боевики в курсе такого патента? И будет ли Омский завод транспортного машиностроения судиться с тамошними бармалеями на Тойотах? И вернемся к танковой теме. На днях засветился танк Т-62 в самом творческом продвинутом камуфляже. И действительно, издалека, да еще и на видео, в картинке в плохом разрешении мы не сразу поймем, что это вообще такое, танк это или нет. И, как утверждают в сети, творческую изобретательность проявили бурятские танкисты. Так что есть такая поговорка. Хочешь жить, умею вертеться. Вот, собственно, есть мем на эту тему. Т-72П-3 продолжают модернизировать, чтобы повысить живучесть от атак дрона. И в сети появились видео с любопытной доработкой пространства над люком механика водителя. Его рабочее место защищает сразу 6 блоков динамической защиты. Причем эта конструкция крепится на башню и обеспечивает защиту водителю только в походном положении. Также появились кадры с усиленной станцией радиоэлектронной борьбы, установленной на крыше башни сразу с 8 атенами. Вот только провод питания, болтающийся в передней части башни, выдает в этой установке довольно опытную конструкцию. Появление нового комплекса РЭП может косвенно подтверждать ранее звучавшее утверждение о том, что комплекс радиоэлектронной борьбы был нарез, который был показан на выставке форум «Армия-23» в прошлом году, оказался неэффективным. Такие отзывы звучали как из украинской стороны, так и от российских пользователей. Говорилось о том, что это изделие имеет большие мертвые зоны и часто ломается, перегорает из-за дешевых комплектующих и экономии на предохранителях. И будет интересно узнать, насколько эффективна эта модель и сможет ли она адаптироваться с учетом постоянных изменений, используемых для FPV-дронов радиодиапазонов. И пока заметно, что изделие поступает в войска и применяется. Но идет ли речь об установочной партии или о серии, я пока не знаю. Украинские источники публикуют фото российского Т-72Б3М с целым рэп-комплексом из различных антенн, которые питаются от генератора и аккумуляторов. И пишут следующее. Зашла колонна брони и украинские FPV-дроны падали как мухи на всех частотах, потому что на главном танке ехал рэп-монстр. Подробности о том, почему танк оставили в таком состоянии, я не знаю. А на днях стало известно о первом массированном применении на земле штурмовых дронов в зоне проведения СВО. Первопроходцами на сей раз оказались не украинцы, а российские военные. И результат весьма неоднозначный, который породил жаркие споры. В Бердычах прошла полевая апробация новой перспективной российской роботизированной платформы. Группа штурмовых дронов в рамках выполнения боевой задачи принимала участие в поддержке штурмовых действий. Обеспечив подавление позиций противника в поселке с помощью установленных модулей АГС-17, выпустив несколько сотен гранат. И в ходе боевого применения дроны показали хорошие результаты. Дроны смогли поддержать работу даже в тех условиях, где были бы неизбежны потери личного состава и дорогостоящие техники, а средства от него у поражения противника. Однако вскоре после этого в сети появились видеозаписи последних минут существования этих неподвижно замерших наземных дронов. По которым безнаказанно наносили воздушные удары украинские операторы ФПВ-дронов. Иначе говоря, под Бердычами состоялось не только первое в истории массовое применение в реальных штурмовых действиях наземных ударных дронов, но и их столкновение с воздушными. И заканчивается оно предсказуемым результатом. Событие это, несомненно, войдет в аналы военной истории и будет самым тщательным образом анализироваться. И вот такой обзор новинок военной и гражданской техники у меня получился. А если вам нравится эта рубрика, то обязательно оставляйте об этом комментарий. Поддержите, пожалуйста, видео лайком и подпиской на мой канал. А если вы хотите поддержать мою деятельность рублем, то я предлагаю вам перейти на мою страничку на Бусте. Ссылочка на этот канал будет в описании. И там выходит дополнительный контент обо мне вне контекста техники или моделизма. И также я рекомендую подписаться и на мой второй канал о моделизме, Наша Моделс. Там я строю модели, которые я показываю в этих роликах. И не только военные, но и гражданскую технику. Так что увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.